Продолжение следует... ...генерации звуковых резонансных колебаний в полости искомого объекта непосредственно в самой трубе. При этом анконтурирование этого объекта в грунте осуществляется путем перемещения чувствительного элемента. Это значит в качестве чувствительного элемента мы используем микрофоны или пьезоэлектрические датчики. Уникальная разработка является аналогом подобной зарубежной разработки. Однако она не является дешевой и страна нуждается в более доступном решении. И теперь оно есть. У нас стоит акустический излучатель, это обычный динамик с усилителем. С помощью компьютера мы возбуждаем резонансные колебания в полости искомого объекта. Прием осуществляем пьезоэлектрическими датчиками. В качестве чувствительных элементов мы используем пьезоэлектрические датчики марки КД-35. Чтобы выявить причину некорректной работы всех подземных каналов, больше не придется делать долгие шумные раскопки. Работая по системе металлоискателей, разработка сможет находить в грунте не только трубы, но и абсолютно разные объекты и даже живые организмы. Аделья Мухаммедшина, Ленар Тавлитьяров, Универньюз.